Колокольный звон в день Светлого Христового Воскресения разнёсся в разных городах России. В нашем городе женщины и дети, старики и молодёжь пришли на концерт колокольной музыки к Сызранскому Кремлю. На Пасху в колокола разрешается звонить всем. Уже не первый год по всей России проходит акция «Пасхальный звон». Считается, что в светлое воскресенье всё тепло и благодать проходит через детей. Поэтому в этот день они главные музыканты. Нам очень хорошо было, очень было. Ну классно там было. Вы знаете, ну там не очень понравилась, только высокая лестница. Верёвочки такие были, вот, и там по них вот так дёргаешь, и там джинь-джинь-джинь-джинь. Вот. Я пришёл на колокольный звон с трёх лет. Сначала мне просто из-за любопытства стало интересно, что это за башня. Я туда полез, и мне разрешили самому поиграть. Я поиграл, мне это понравилось. И ощущаешь, что ты русский человек. Многие верят в то, что колокольный звон помогает справиться с душевными недугами и благотворно влияет на физическое состояние человека. Звонари подтверждают, что они не болеют простудными заболеваниями. Раньше в Средневековье, на Руси, прятались, народ шёл от чимы, поветри и всяких инфекционных заболеваний под те храмы, монастыри, где была колокольная. И в это время колокольный звон, поэтому не случайно говорят, что колокольный лечит душ человеку. Как это учёные подтвердили. Позже уже в Казанском соборе сызранцы встречали один из символов праздника Святого Воскресения – Благодатный огонь. Вот уже восьмой год он прибывает к нам в город прямо из храма Гроба Господня из Иерусалима. Свечи, зажжённые от него, верующие несут в свои дома, стараясь поддерживать огонь в лампаде в течение года, как знак нерукотворного света. Полина Федюкович, Сергей Инкин, Вести детально.